Я на сайте разместил очень хороший демотиватор, там такое падение, кривая такая. И очень хороший слоган, да, и тут в США заметили, что Путин проводит нечестные выборы. Короче, а хорошо, что не заметишь там. А что вы думаете, что тут делать уже не дашь жиру? Войди бы жиру. Пожалуйста. Лузгин, Сергей Николаевич, экономический факультет. Как я понял, вы считаете, что выборы 1996 года были нечестными? Я понял так. У меня вот такой вопрос получит, как бы, а вот, то есть, бывший объединитель Ельцин, он как бы выбор, голоса украл. Мы знаем, как называются те люди, которые украли из чего-то. Но вот вопрос такой, а кого он как бы, предложил на свое место? Кто потом ему орден дал? Кто потом библиотеку открывал в его имени? Вот нет ли у кого-то двуличия нынешней власти? Я понял, что вопрос. Я готов вам ответить. Значит, я не говорю, что выборы 1996 года были сфальсифицированы. Я хочу сказать, что очень странную победу одержал Борис Николаевич Ельцин. И еще более странную позицию заняли правозащитники, мировое сообщество и рукопожатные американские государственные департаменты. Никто не заметил, что человек с 5% вдруг выбрал там 70. Это первое. Второе тезис. Я уже сказал, что на всех выборах всегда есть нарушение. Третье. Кого Ельцин в итоге назначил своим преемникам? Вы прекрасно знаете. Владимир Путин. Путин. А что сделал Путин? Путин остановил распад России. Вообще этот вопрос просто снял с повестки дня. Отвоевал значительный кусок нашего суверенитета и двинул Россию вперед. Да, это был ленинский путь. Шаг вперед, два шага назад, может быть там полшага вбок. Да, мы хотим, чтобы он двигался более последовательно по дороге обретения России полного суверенитета. Конечно. Я с вами абсолютно в этом смысле согласен. Но о каком-то уличии можно говорить. У каждой власти есть фундамент. Вы никогда не задумывались, почему товарищ Сталин не разрушал фундамент власти, на котором он стоял? А этот фундамент назывался Владимир Ильич Ленин. Почему никогда в Советском Союзе при Сталине не рассказывали о том, что большевики получали деньги от англичан или еще от немцев? Потому что только ты это расскажешь, только ты начнешь ругать, все, ты разрушил фундамент, на котором стоит здание. Вы никогда не задумывались, почему про дедушек и бабушек, про родителей, детям всегда рассказывают только хорошее? Потому что если воспитывать человека в понимании того, что его прадеды и деды были алкоголиками, пьяницами, занимались непонятно чем и вообще умерли на морозе пьяными в канаве, то кто из этого человека вырастет? Ни одна власть в мире никогда не рассказывает ничего плохого про своих предшественников, если у этой власти есть голова. Только недоумок Хрущев мог рассказывать гадости про Сталина, в основном выдуманные, и тем самым нанес страшнейший удар Советскому Союзу. Потому что он разрушил веру не только за границу, но и частично внутри страны, в том, что Советский Союз ведет правильную политику, в том, что это государство существует для народа. И закончилось это все в 91-м году, а фундамент 91-го года, между прочим, именно Хрущев заложил. Поэтому ни одна власть, точно так же, как вы никогда своим детям ничего плохого про своих родителей рассказывать не будете. Просто потому, что вы хотите, чтобы из ваших детей выросли достойные люди. И не случайно именно поэтому в перестройку была развязана такая разлузданная кампания по отношению России, очернению ее истории. И именно поэтому, чтобы мы перестали уважать своих предков, чтобы мы перестали уважать свою страну. Нигде никто в мире не рассказывает всю правду о политических перипетиях прошлого. Потому что политика со всех сторон, это всегда грязь, измена, предательство и войны, и преступления. Ничего другого в политике ни одной страны вы никогда не найдете. Но почему-то про 12 индейцев не собираются международные конгрессы. Не рассказывают об оккупации Великобритании и Ирландии. Хотя там миллионами людей вырезали и белых ирландцев в рабство в Америку отправляли. Я не задумываюсь, почему в Америке так много ирландцев. А вот потому что туда первыми завезли только в качестве рабов, уже потом негов повезли. Поэтому мы тоже должны прекратить говорить гадости про собственную историю. Потому что на этой мутной волне идет страшнейший удар, наносится по самому государству. Нужно говорить правду? Нужно. Но не нужно рассказывать то, что не рассказывает никто. Нигде в мире нет учебника, где бы рассказывалась вся поднагодная. Никто из нас никогда не хочет знать всю поднагодную наших родителей. Потому что наши родители это для нас святое. И мы не хотим знать, где папа был с 10 до 11, 20 лет назад. И почему мама плакала когда-то там что-то. Мы не хотим этого знать. Потому что это наша мать и отец. И все. И точка. Больше ничего знать не надо нам. Пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Паналил Дмитрий. Мне повезло вырасти в такой замечательной и процветающей стране. К сожалению, в России это был Тунис. И вырос я там до того, как туда пришла демократия. Американская демократия. А давно она туда пришла-то? Она... И там же Рожаду не знает. Два года? В прошлом году. В прошлом году. Там произошла революция. Как говорят замечательно, пришла для демократии все такое. То, что было там до этой революции, все было замечательно. Страна процветала. Там было образование хорошее. Многих студентов тунисцев отправляли в Афранцию обучаться. Потом они возвращались собственно на родину. Теперь, дам ее времени затягивать. Хочу с вами тоже поговорить о том, как... Нет, просто скажите, а что случилось-то после революции? Потому что свидетельство очевидца это очень важно. Нет, я не очевидец. Я россиянин, я родился в России. Просто я переехал в Тунис и жил там 6 лет. Так вот скажите, что изменилось, пользуясь случаем? Да, пользуясь случаем, но изменилось все. Была замечательная предстоящая страна, где люди жили в мире. У всех людей было образование. Сегодня там, говорится, полная разруха. То есть там могли люди даже спокойно европейские. Мы могли гулять спокойно по улицам. Сейчас там Алькаеды, сейчас там исламисты пришли. Благодаря вот этой революции. Вопрос, Иван, случайно они туда пришли? Конечно нет. Потому что вторая честная вопрос будет посвящена другой, уже российской действительности. Недели три назад наши замечательные оппозиционеры сходили на прием послу США. Наверняка это знаете. Когда их спросили, что вы там делали, кроме как сурковская пропаганда, оперант опорный фильм и очень вкусный чай, оппозиционеры ничего сказать не смогли. Мне, честно говоря, стыдно стало, что я проголосовал за Яблоко на этих выборах. Потому что даже сам Митрохин туда пошел, который, если бы не знали, это глава партии Яблоко. Собственный вопрос, почему бы надо в таком случае не выслать этого замечательного товарища посла из России? Поскольку, смотрите, они дают консультацию нашему оппозиционеру, а дает, кто дает, совершенно враждебная страна для России. Давайте остановимся на одном моменте. Во-первых, что за личность посла? Нам говорят очень часто, что Соединенные Штаты Америки очень хотят дружить с Россией, очень хотят просто перезагрузку. У них там правда даже написать по-русски без ошибок не смогли это слово. Видимо, это за пределами уже находится их понимание. Вопрос, а что вы тогда такого посла присылаете, которому у нас осторожное отношение? Ну, найдите другого, которому у нас нет претензий, который по-русски говорит великолепно, знает нашу классику, будет нам Гостоевского читать вечерами. Мы все будем его любить, а через него будем любить Соединенные Штаты. Нет, присылает того, за которым целый шлейф революции. А дипломатия – это язык жестов. То есть это неуважение. Правильно? Неуважение. Это некий вызов. Так поступает государство, которое хочет показать силу. Вот это сталинская Россия могла отправить послов в Турцию армянина Карахана, показав, что нам до вашей Турции, вот хотим армянину послать послов, мы посылаем. А вместе с ним и вас посылаем. Понимаете? Вот что такое дипломатия, да? Ну что, Сталин не знал, какие сложные отношения у Турции с Армяниной? Конечно, знал. Почему послал именно армянину? Что больше не было дипломатов? Были. Ну, потом товарища Карахана расстреляют в специально отведенное для него время, потому что на нем много преступлений было, в том числе он подписал Брестский мир. Это как бы отдельная история. Но был и такой эпизод. Вот когда США отправляют, она показывает, что, в общем, ей как бы нет дела на то, что вы тут себе думаете. Дальше. Меня, честно говоря, удивительно, что вы как избиратель Яблоко ожидали какой-то другой реакции рукопожатной оппозиции на приезд посла. Понимаете? Для него работодатель не вы, который за него голосовал, а Вашингтонский оппул. Ну, вот да. И я уверен, что многие испытывают разочарование, причем не только избиратели партии, о которой вы сказали. И других...